Рядом с Новосибирском есть необычный парк. Власти региона считают, что это место станет точкой притяжения не только для жителей области, но и для туристов из других городов. Что же в нем такого уникального? Давайте посмотрим. Открытие мира парка состоялось в конце июня. Его площадь более 15 гектаров, а сумма инвестиций в зону отдыха 200 миллионов рублей. В основе идеологии проекта экологическая чистота и здоровый образ жизни. Здесь есть Критский лабиринт и монумент истины, амфитеатр, сад камней, планетарий, пляж с бассейном и бани, интерактивная аллея. Все это осмотрел и оценил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Вокруг Новосибирска не хватает мест отдыха. Южное Бердское направление исторически привлекает отдыхающих. А теперь появилось такое вот место на севере. Этот смелый проект уже с первого месяца стал успешным. Для нас это важный сигнал. Сейчас идет разработка программы внутреннего туризма и на федеральном, и на региональном уровне. И такие примеры очень важны, чтобы сделать эту программу максимально эффективной. Создатели считают, что мира парк станет знаковым центром отдыха и туризма для горожан и гостей региона. Уже сейчас сюда приезжают гости из Томской и Кемеровской областей. Для таких туристов здесь построят гостиницу, а совсем рядом расположилось подсобное хозяйство Новосибирского зоопарка. Об этом рассказал его директор Андрей Шила. Четыре года назад на базе хозяйства открыта пасека, на которой сегодня около 80 пчелосемей. В прошлом году удалось собрать около двух тонн меда. В этом ожидается еще больше урожай. На базе пасеки планируется развитие детского экотуризма и агротуризма. Хозяйство прибыльное. Ежегодно растет количество месяцев, когда мы кормим животных мясом, полученным со своего хозяйства. Наша задача – выйти на полное самообеспечение мясом. Миропарку пообещали помощь и поддержку, ведь его концепция отлично вписывается в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Субтитры создавал DimaTorzok